Вместо сапёров и танкистов психологи, дирижёры и культурологи. В аудиториях Львовской академии сухопутных войск, где обучали военному делу, теперь будут преподавать иные науки. Куда переедут военные факультеты и почему активисты называют это диверсией, узнавала Галина Якушко. Это сессия Львовского облсовета. Две недели назад депутат голосует за обращение к президенту, премьеру и министру обороны. Просит не переносить военную подготовку из Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного в другие регионы Украины. Когда мы получили информацию о том, что уже принято решение коллеги Министерства обороны рекомендовать в Львове оставить исключительный набор на специальности психолога и военных дирижентов, они были очень удивлены. Это решение хибное, ошибка, и оно должно быть отключено назад. Как выяснилось, из четырех факультетов во Львове планируют оставить только один. Причем готовить он будет психологов, политологов, музыкальных дирижеров и культурологов. Военных саперов переведут в Камнец-Подольский, артиллеристов в Сумское военное училище. Студентов-танкистов направят в Харьков, где сейчас готовят только танковых ремонтников. Скорочение Харьковского танкового института – это была так же помылка, которую было допущено. На сегодня танковые подразделы выделяют очень серьезную роль. Мною принято решение, что до создания на базе факультета института для подготовки офицеров танковых подразделов и военных частей. Ежегодно Львовская академия сухопутных войск выпускает до 200 курсантов. С начала АТО количество желающих здесь учиться выросло в пять раз. Среди выпускников несколько героев Украины. Один из них – погибший Андрей Кизила, награжденный этим званием посмертно. Я закончил Львовскую академию в 2014 году. У нас было шесть человек. Семьи раз уже попали в район правильных боевых действий, в зону АТО. И за этот короткий час, что я, что мои однокурсники уже довольно быстро растут по посадам. Попытки расформировать Львовскую академию уже назвали диверсией. Есть интерес финансовый, потому что мы понимаем, что государство должно вкладывать миллионный бюджет на создание нового учебного заклада. С нуля практически. А это и закрыто. В условиях военных действий все учебные заклады подобного типа выводятся в глубокий в тил. Львов в этом плане – это самое идеальное место. Подробности отправили запрос в Министерство обороны с просьбой разъяснить ситуацию. Ответа ждали всю неделю, но никакого официального комментария так не получили. Как и львовские депутаты, на их обращение ни президент, ни премьер, ни глава Минобороны до сих пор не отреагировали. Скупая информация о возможных трансформациях во Львовской академии появилась только в газете Минобороны «Народная армия». При этом, как стало известно подробностям из собственных источников, часть техники, предназначенной для обучения саперов, уже перевезли в Каменец-Подольский. Галина Икушки, Юрий Голубенко. Подробности Телеканал Интер.